привет друзья вы на канале есть вопрос меня зовут александр и сегодня у нас практическая часть очень часто я в учебных заведениях вижу вот такие наборы которые от лего эдюкейшн и соответственно когда заканчивается некий комплект занятий педагоги начинают придумывать свои занять поскольку мы работаем с детьми нам нужны четкие понятные инструкции такие же как у лего я хотел сказать хотя лего эдюкейшн это и есть собственно лекарь ну вот для примера я его третьего нашел классно да его третьего нет а инструкции остались нашел инструкцию насколько понятно и пошагово все тут нарисовано тут только ленивый не соберет ошибок в таких инструкциях нет потому что они верифицируются там миллион раз но не об этом речь а речь о том что вот такие инструкции вы должны рисовать кому должны прежде всего себе потому что у вас есть некие цели когда вы тратите свое время вы тратите его на то чтобы достигать каких-то результатов соответственно я хочу сегодня вам показать две программных обеспечения в котором вы можете нарисовать пошаговые инструкции и которые будут понятны детям классическим способом делать как вы это сейчас делаете с помощью фотографий или рисовать программное обеспечение потому что тратите чуть больше времени на первых этапах но намного быстрее это делать потом каждый решит сам для себя я со своей стороны несу такую миссию просветительскую что хочу вам предоставить эти инструменты а дальше решать вам ну что начнем и погнали друзья смотрите изначально я планировал показать вам две программы это bricklink и лдд показать преимущество одной на другой ведь лдд это старая программа которая достаточно сложная в понимании я могу на примере вам показать а как выглядит лдд лего диджитал дизайнер и как выглядит ее интерфейс просто заходим в картинке да и можно было скачать официального сайта и выглядела она примерно таким образом ничего сложного главная проблема была что детали загружались очень сложно и выглядели не так как нам нравится ну например на машинке созданная в лдд были вы выглядели вот так но в любом случае это лучше чем фотографии потому что мы могли там сделать автоматический постройку шагов вот таким вот образом теперь я предлагаю обратить вам внимание на программу бриклинг ссылочку я оставлю в описании к видео а сейчас все внимание на экран для того чтобы скачать программу заходим на главную страницу bricklink.com листаем ниже и скачиваем bricklink studio просто кликаем по центру иконку далее у нас происходит процент процесс на переход на другую страницу мы нажимаем скачать и собственно скачиваем после чего устанавливаем программное обеспечение на windows устанавливать умеете я не буду вас отвлекать далее выбираем bricklink studio вот он открывается я уже немножко посидел посидел ты не немножко конечно а сидел за программным обеспечением совсем короткий промежуток времени и за разговорами так у нас происходит процесс загрузки программного обеспечения почти эти загружается база данных все это из-за того что очень много информации содержится про кубики содержится в этой программное обеспечение я тут предварительно потренировался и вот хочу вам показать следующую историю итак друзья если вы запускали это программное обеспечение ранее то вы попадаете на страницу создания нового на собственно контента а нам с вами необходимо зайти на главную страницу для того чтобы я показал как пройти туториал туториал это быстрое обучение чтобы вы привыкли к навигации и так на главной странице мы видим кнопочка новая открыть импортировать помощь форум и туториал вот давайте нажмем туториал и попробуем стартануть и разобраться о чем же тут идет речь а нам говорят то что если вы хотите увеличить или уменьшить объект пожалуйста используйте колесо мыши вот видите увеличу уменьшаем далее если мы хотим переместить да покрутить точнее мы используем правую кнопку мыши зажимаем и начинаем мышкой крутить все центром будет у нас то место где мы зажали мышку далее мы нажимаем next и говорят если вы хотите всю эту пластину переместить да а не крутить параллельно с левой кнопкой мыши держите клавиши пробел и мы начинаем перемещать вот так окей мы это поняли и теперь нам предлагают раз мы такие умные и все запомнили создать эту улицу давайте идем процессу сознания вот смотрите у нас с вами есть кубик который необходимо поместить на свое место для того чтобы поместить на место перпендикулярно нам нам необходимо воспользоваться стрелочками на клавиатуре стрелочки влево-вправо обращают этот нам говорят давайте приходить следующему шагу я колесиком мышки покручу чтобы масштаб изменить и перемещу этот кубик 2 на 1 на пластину 3 на 2 самый центр шлеп мог хотел сказать могу еще и все переместить но мне уже дали следующий шаг давайте сделаем ну все замри далее нам надо поместить заднюю деталь одну и две передние два треугольничка смотрите опять эта деталь находится не на своем месте я ее выделил удерживая левую кнопку мыши ну точнее могу не удерживать главное чтобы зеленая рамка была начинаю нажимать стрелочки поворачиваю так как надо и просто ставлю ее на место вам перетаскивание что больше я начну и эти два треугольничка тоже горячевают по местам далее у нас два элемента это 2 на 1 кубик да и вот этот треугольник вот так вот я сейчас мы и разместим что получилось далее нам говорят если вам нужен какой-то элемент вы не знаете где он находится то используйте название опять же если вы его знаете в данном случае антенна смогла маленькие антенны окей вот эти две антенки поиск у нас здесь давайте пробуем он не активен значит нам просто надо нажать next нажимаем и эти антенки у нас появились сейчас мне неудобно смотреть поэтому я нажимаю правую кнопку мыши и поворачиваю так мне будет удобно видеть мои детали нам говорят используйте control чтобы выделить все элементы антенок я нажимаю control и держу его и дальше нажимаю на каждый элемент этих антеннах две антенки которые стоят из четырех элементов далее нам необходимо покрасить черный цвет поскольку элементы выделены голубой рамки я просто иду в панель цвета вот на эти подсвечиваются сейчас white мне английский учили несколько лет сейчас black супер а спинку давайте покрасим красным выделяем красный цвет но раз окей далее нажимаем далее и нам говорят ну это все здорово но давайте сделаем один усик чтоб немножко повернулся для этого я нажимаю на усик смотрите шлем у меня вверху по него появляется пиктограмма и когда я навожу на пиктограмму у меня открывается 2 пирограмм пиктограмм одна для переноса в пространстве вторая для вращения я нажимаю на ту что для вращения левой кнопкой мыши и левой же кнопкой мыши на нажимаю на стрелочку видите у меня получается я могу нагибать по градусам все 20 градусов не устраивает да и улитки больше нельзя с 20 градусов не хватит все нажимаем далее и нас говорят вы красавчики ну а мы то не знаем все далее далее вы потренировались и нам говорят что финиш друзья давайте уже дальше самостоятельно окей мы нажимаем новое и сейчас мы будем с вами строить допустим лего уточку вот я ее приготовил чтобы ваше время много не отнимать и лего утка у меня есть она в 3d если можно так выразиться и дальше нам нужно строить данная эта пластина мы с вами поняли что мы пользуемся в бокам меню вот этим мэйн да у нас есть круглые кубики и квадратные кубики кривые косые там пластины еще чего-то там подвижные в общем можем это делать все перебором но чтобы ваше время не отнимать вы это все сделаете самостоятельно тыкнули на нужную да и ищем пластину а два на три вот так листаем 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 вы видите что они белого но мы с вами голове держим что любую белую мы перекрасим любой цвет который есть у лего и все соответственно листами но я не хочу отнимать ваше время перелистывание поэтому сделал небольшую хитрость сколько я знаю эту программу я захожу вот сюда там где мэн и внизу есть у нас конфигурировать конфигурации я говорю что я знаю код конструктора из которого я строю соответственно дайте мне перечень деталей и ввожу код конструктора давайте мы сейчас зайдем в интернет откроем лего дак вот у нее 2416 артикул производителя здесь вводим 2416 да он производит поиск сейчас что-нибудь нам выдаст найдет он же красавчик давай друг не тормози я уже домой хочу и просто загружаем это все делать для того чтобы сэкономить наше время и ограничить поиск элементов вокруг одного набора допустим мы можем ввести набор спай прайм да и внутри этих элементов строй когда мы будем точно уверены с вами что нам количество деталей а будет достаточно да или мы больше чем количество деталей количество раз не используем эти детали новой постройки вот так он сказал но вы все умные и нажал все все элементы у нас здесь выпали соответственно дальше мы строим начинаем все строить с ножки вам переместили делаем в одной плоскости все дальше кубик 2 на 2 хлоп дальше кубик 4 на 2 выше ставите как легко и просто я это все строю вы скажете а тебе проще стрелочки поворачиваю если нужно ты ведь это умеешь делать но наверно да наверно мне проще вот смотрите допустим если бы я вот этот элемент потерял и брал его из общей библиотеки вот я его удалил мне он нужен я бы сделал следующим образом я выделил нижний элемент и нажал кнопку клонирования он находится она находится вот тут вверху и все ее бы вставил не искал библиотеки дальше беру глазики и у нас получилось вот такая утка и все это у нас прекрасно и здорово можем уже прям принскринить каждый этап разобрав его предварительно но зачем это делать если за нас это сделает программное обеспечение breaklink мы заходим в tools и выбираем instruction maker банк окей и мы попадаем в блок редактирования инструкций далее будем пошагово выделять и показывать какой элемент за каким будет следовать я выбираю основу потому что мы с него строим и нажимаем просто кнопку step before вам ведь она у меня пропал то есть у меня количество это лент уже используем дальше выбираю следующий элемент step before и так по порядку я всю эту историю строю если что-то я пропустил я могу удалить эту страничку до нажав эту корзинку и вернуться на шаг назад и сделать исправление далее смотрите у нас есть вверху step editor и page design давайте нажмем и мы с вами увидим насколько классно и круто у нас получилось у нас есть все как в лего элемент и собственно та пластина которую мы использовали когда несколько элементов то активный элемент подсвечивается красным то есть вот с такими инструкциями наши детки справятся другое дело что нам сейчас надо как-то это экспортировать для этого у нас в правом верхнем углу есть кнопка экспорт нажимаем на нее выбираем формат до увеличенных два раза в четыре я сделаю один в один и формат pdf вы можете выбрать что-то другое дальше выбираем место сохранения а на рабочий стол я назову свою модель так утка по-английски speak english и напишу по-русски и нажимаю кнопку экспорт далее секунда проходит и я говорю open вам и вот такая вот инструкция у нас получилось итак друзья вот посмотрите на эту инструкцию и скажите если вы будете создавать инструкции в таком формате насколько классно вы будете смотреться со стороны вы просто встанете в проходе когда дети будут строить и скажете ночью я могу красавица или красавица данном случае как я и так возвращаемся в студию и завершаем это видео и так долго ли коротко но мы заканчиваем свой ролик вы увидели несколько способов по созданию понятных и доступных инструкций которые вы распечатываете либо вставлять в презентации то с прозрачным фоном и выглядит уже все офигенно классно и красиво то что нужно вам она на определенном уровне фотографии сделаны с хороших камер это тоже определенный уровень но намного дороже выходит я хотел попросить у вас обратной связи нужны ли вам подобные видео для того чтобы ваша работа выходил на новый уровень или все-таки нам остановить канал на формате именно обзорных вот таких видео здесь вы мне очень нужны поэтому те что человек который есть на канале пожалуйста хоть каждый десятый но напишите надо не надо ставим лайки пишем комментарии свободной форме что хотите новый увидеть и рад буду видеть каждого на следующем видео потому что работаем для вас с вами был александр канал есть вопрос счастливо